После долгой разлуки, каждая минута рядом с любимыми особо ценна. Свой двухнедельный отпуск Александр, участник специальной военной операции, старается полностью посвятить семье. Особо радостно, что и свой день рождения бойцу удалось встретить не в окопах под вражескими обстрелами, а в уютном семейном кругу дома. Да, семейно отметили день рождения. Близкие друзья приехали. Посидели, погуляли. Ну, вчера вот косу на дачу ездил. Посмотрел, как он живет. Ну, в основном, как-то так. Пока только недели, еще ничего не успел. Сорожим в руках защищать интересы родины Александру не впервой. Мужчина принимал участие в боевых операциях на территории Ингушетии. В зону СВО попал по частичной мобилизации. Как добавляют, супруга бойца поначалу чувствовал страх и неопределенность. Теперь только гордость за своего защитника. Когда сначала получили повестку, наверное, сначала был шок, страх, потому что непонимание того, что будет дальше. Потом все-таки это приняли, приняли все-таки достойно. Была даже гордость за мужа, что муж попал в это число, что его все-таки не пропустили. Взяли сейчас только гордость, только мотивация идти вперед и ему, и нам. После небольшого отпуска Александра вновь ждет поездка за ленту. За семью мужчина не переживает, знает, что близкие всячески поддерживают и помогают решать любые проблемные вопросы. На это направлена система социальных паспортов, где отражаются все нужды участников СВО и членов их семьи, и максимально оперативно отрабатываются все запросы. Кроме того, Самарская область первой в стране разработала и реализовала программу «Возвращение», которая помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни. Проект был одобрен президентом Владимиром Путиным и рекомендован к сиражированию в других субъектах страны. Опыт 63-го региона также был учтен при формировании Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Альясы Дваталова, Александр Дудко, Новости губернии.